Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Руда. Сегодня у нас в гостях Александр Михайлович Надейкин, руководитель образцового коллектива Рязанской области, ансамбля народной песни «Пересвет» и Мария Козлова, солистка ансамбля. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про ваш коллектив. Давайте начнем с истории. Как давно появился? Коллектив у нас образовался в 2011 году. До этого на базе Рязанского музыкального колледжа образовался коллектив по специальности вокальный ансамбль. У меня вначале были девчонки, у нас вначале был коллектив «Рязанские девчата». Потом появились ребята, и мы вот с 2011 года ансамбль народной песни «Пересвет» называемся. Название несет в себе какую-то смысловую нагрузку или просто красиво? Просто красиво, потому что если название копаться в названии, то «Пересвет» это монах-воин. Это вот «Пересвет» и «Ослябя» вот это, да? Вот это история. Да, да, да. Ну просто, ну и ребята были, решили все вместе, то есть мы общий, то есть придумали название, нашли «Пересвет». Вроде роднички там всякие, соловушки, это уж все есть, а это все-таки студенческий коллектив. И мне до сих пор вот задают вопрос, но все-таки у вас женские, у меня их 12 человек, 12 девчонок. Почему название «Пересвет»? Название-то мужское. Я говорю, ну вот были у нас ребят, на данный момент это все-таки же студенты. Они приходят, 4 года отучиваются, уходят. То есть и название нравится всем. Самое главное, чтобы оно вам нравилось. Да, нам нравится. Скажите, пожалуйста, Маша, вот вы давно в коллективе состоите? В коллективе я пою третий год, я на третьем курсе, получается, с 2016 года. Почему народное пение? На самом деле я к этому пришла в 14 лет, и это получилось как-то очень незапланированно. Я ходила в музыкальную школу в детстве, в раннем, очень уговаривала маму бросить. Мама у меня сама музыкант. Она пошла на это, то есть, ну если не хочу ходить, то что мне ходить? И к 13 годам я запросилась ходить в музыкальную школу, но только играть на фортепиано. Но так как возраст уже был у меня большой, меня на специальность в фортепиано не отправили. То есть, мне должен был какой-то быть полегче специальный предмет. И меня отдали на народный вокал. Хотя я бы не сказала, что он полегче. Но я очень не хотела, я очень сопротивлялась. В итоге, как-то так мне это все дело полюбилось, что сейчас я учусь в музыкальном колледже. Вот так вот судьба повернулась, да? Скажи, пожалуйста, а вот как ты к современной музыке относишься? Ты вообще слушаешь современных авторов или только вот народной песней живешь? Все у меня есть в плейлисте, то есть, слушаю я абсолютно все. И народное классическое пение, и фольклорное пение, и современные песни, и классику, и рок, и что только еще существует. То есть, ты продвинутый меломан. Ну да. Скажем так. Скажи, а поешь ты только народные песни? Или все-таки любишь там в компании, где-нибудь в караоке встретиться и дать жару? Нет, если мы встречаемся, то мы все же поем народные песни. Потому что наш круг, как бы, мы все одной деятельности, и нам это нравится, и мы всегда народные песни, всегда их поем. Маша, скажи, пожалуйста, а вот есть у тебя песня какая-то любимая, к душе которая прям близкая? Да, конечно, есть эта песня, она называется «Не велят Маше за реченьку ходить», русская народная песня. «Не велят Маше мало, ох, молодчика любить». Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, не такой большой возраст у коллектива, на самом деле, но вы постоянно привозите какие-то высокие, очень высокие награды с разных конкурсов. Вот в очередной раз вы вернулись из Сочи. Расскажите, пожалуйста, что это был за конкурс, кто принимал участие и что вы привезли? Этот конкурс назывался «Международный турнир искусств «Славься Отечество», проходил в городе Сочи», принимали участие где-то около, даже, наверное, 500 с чем-то детей участников. Ну вот мы, у нас было 8 коллективов боролись, но честно, если мы не ожидали, мы получили первое место, мы были рады за первое место, то есть коллектив наш. А потом, когда уже объявляют абсолютно чемпион, становится образцовый коллектив Рязанской области, но здесь уже, то есть… Непередаваемые впечатления. Непередаваемые впечатления были, когда, тем более не ожидаемо, вот все это неожидаемо. А так мы по конкурсам, то есть часто выступаем, потому что у меня помимо вот есть еще ансамбль народной песни «Русь», это детская музыкальная школа номер 5 имени Владимира Федоровича Бабылева, там тоже дети принимают участие. И вот музыкальный колледж имени Пироговых, ансамбль народной песни «Пересвет». Занимаем, могу похвалиться, да, высокие места, хвалят нас. Ну вот у меня такой очень важный вопрос и к вам, и к Марии. И вот, наверное, мне бы хотелось, чтобы вы каждый по-своему ответили. Вот как вы считаете, народная музыка, народное пение, оно вообще сейчас актуально? Ну почему не? Конечно, актуально. Потому что я читала из книги нашей великой певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной, она писала в своей книге «Пока жив русский человек, народная песня никогда не умрет». И даже вот даже взять, если вот, допустим, за столом сидят, спразднуют там день рождения или юбилей какой-то, мы что начинаем петь? Мы поем русские народные песни. Маша. Я полностью согласна с Александром Михайловичем. Я тоже считаю то, что русская песня – это наша история, без чего не могли жить наши предки. И это все заложено у нас генетически. Даже если кто-то этим не занимается, то я просто уверена, что внутри у каждого это есть. Вы непосредственно с детьми работаете, с молодежью. Как вы на опыте на своем можете, вот вы видите все это, как они вообще тянутся, молодые ребята, к вокалу народного? Или вообще послушать просто музыку? Ну почему тянутся? Ну вы знаете, в последнее время, конечно, становится с каждым годом, я не знаю, от чего это зависит, как-то все тяжелее. То есть, то ли возраст такой у них, вот особенно когда 12-13, они стесняются, вот переходный возраст когда начинается. Вроде и когда они до 10-11 лет, они еще не понимают. Их вот поставишь, вот сделай так вот это. Когда уже пошел 12-13-14, переходный возраст, да, здесь начинается, вот голос меняется, ну то есть, как перестройка в организме, что ли, происходит. Ну так, любителей много, вот, чтобы вот попеть. Ну приходит много, ну то есть, мы не всех берем. Я знаю, что сейчас очень в Рязани развито вот народное пение. Вот многие даже говорят, вот я вот по конкурсам часто катаемся, по всей России можно сказать. И говорят, да, в Рязани вот есть, вот в Рязани там народное пение развито. То есть это изюминка даже? Да, потому что во всех музыкальных школах есть это отделение музыкального фольклора. То есть это не везде так? Ну, мне кажется, на данный момент сейчас и везде это становится, то есть во всех городах. Это некая часть патриотической работы? Или это все же действительно, как вот Мария сказала, корни наши берут свое? Ну, может и даже корни, потому что, если, ну вы знаете, допустим, ребенок пришел, когда в это, и сразу мы, вот я, когда начинаю слушать, я понимаю, то есть народный, то есть голос или манера народная или все-таки эстрадная? Вот даже в колледж, когда приходит к нам, да, у тебя все-таки ближе к эстраде. Зачем ребенка переделывать, ломать ребенка? Если можно и там. То есть академвокал или народное пение? Александр Михайлович, ну сейчас задам несколько каверзный, наверное, вопрос. Вот скажите, пожалуйста, народное пение, вот многие считают, что это даже, тут не голос важен, а важна именно душа, важна именно вот в этих песнях. Как вы думаете, любой ли человек может исполнять народные песни или это тяжелый труд все-таки? Вы знаете, петь, петь вот вообще, мне кажется, не только народную, а любую песню, вот как меня учили мои педагоги, песню надо пропустить через себя. И песню не надо спеть, а песню надо рассказать. Вот с этим, конечно, вот, то есть боремся со студентами, с детьми, всегда говорят, думайте, о чем поете. Потому что пережить надо все. Ну, у кого-то получается, у кого-то это не получается. Как говорится, мы же все люди разные. Ну, действительно, один человек поет мурашки по коже, а другой то же самое споет, и, собственно, ну, спел и спел. Ну, да. Это бывает, это часто встречаешься, но я всегда стараюсь своим студентам, детям говорить, надо пропустить через себя. Потому что я иногда даже перед зеркало, встаньте перед зеркало, вот спойте, посмотрите, вот вы сами на себя, как вот, приятно смотреть, допустим, вы в образе поете или не в образе. Ну, конечно, и жюри на конкурсах, жюри на это больше, как, конечно, о, вот, она рассказала песню, допустим, а не то, что там выйти, просто спеть и уйти. То есть, одна техника постановки голоса, этого недостаточно? Да нет, конечно, потому что здесь нужна душа. Давайте вернемся немножечко к Сочи, а то мы так уже в творчество совсем с вами ушли. Маш, ты была там непосредственно участником этого конкурса, вот расскажи, как все происходило, было ли волнение, как вот ваш коллектив оценивал своих соперников? На самом деле, волнения не было, потому что мы туда приехали, и конкурс у нас был на четвертый день, по-моему. Да, выступление на четвертый день. Вот, и мы уже успели освоиться, у нас был шикарный вид из номера, мы жили на 12 этаже, было видно море, мы ходили, любовались, отдыхались, у нас был каждый вечер репетиции, и поэтому к самому конкурсу мы уже привыкли, обжились, так сказать, вот, и спокойно ждали своего выступления. Лично у меня не было никакого волнения, я просто, как сказать, иногда, к сожалению, есть такая черта, иногда у меня есть очень хорошее настроение, чтобы выступать. А иногда я просто выступаю, то есть, ну, как бы с настроением, но иногда бывает намного все лучше. И вот в тот момент у меня как раз было такое вот очень хорошее настроение, вот. Вот, когда мы пели с Пересветом, с ансамблем, я почему-то думала только о песне, мне представлялись такие картинки, прям вот о том, о чем я пою. И я даже не задумывалась о том, кто на меня смотрит, что кто снимает, не снимает, кому нравится, кто как смотрит. То есть, я даже об этом не думала, я просто пела, мы все просто вместе пели, как одно единое целое, и нас оценили. То есть, ты, как Александра Михайлович говорит, прожила эту песню. Да. А самое главное, ты мне скажешь, что за песня-то была? У нас три песни были. Девичья песня лирическая «Милый мой на горочку», потом была лирическая песня капельная «Ой, гора, гора», и, плясовая песня «Краснодарского края», посылала меня мать. «За водою ох». Ну вот странно было бы не прожить молодой девушке такие лирические действительно песни. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, для Марии это будет личный вопрос, а для вас это в рамках коллектива, вот дальнейшие планы на будущее? Дальнейшие планы на будущее. Заниматься. У нас, так сказать, вот в марте будет защита подтверждения на образцовый коллектив. Сейчас готовимся, соответственно, репетиции, выступления. Заниматься, заниматься, заниматься. Относительно моих планов на будущее, ну, во-первых, мне надо закончить колледж, хорошо закончить колледж. После я собираюсь поступать в институт в Москву, вот, ну, а дальше как пойдет, но то, что я собираюсь быть в этой профессии, это однозначно. Каких-то высот хочется добиться? Конечно, хочется. На кого хочется быть похожей? Ой, я не знаю, как-то не задумывалась, на кого мне хочется быть похожей. Я бы просто хотела бы бить на сцене. Но я не отрицаю этого факта, что мне, возможно, придется побыть на многих работах, то есть работать с детьми, с какими-нибудь ансамблями, может, для начала вообще в обычной школе. То есть я вообще этого не отрицаю, но по итогу я бы хотела быть артисткой хора. В Москве? Ну, не обязательно в Москве, у нас много государственных коллективов в России, вот, и у нас в Рязани тоже хор, государственный коллектив, поэтому... Ну, это замечательные планы, желаем вам удачи. Отучиться в Москве и вернуться в наш рязанский хор. Да, Рязань-то забывать нельзя никак. Как же так, альмаматор. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали, познакомили нас со своим творчеством. Спасибо. До свидания. Все, до свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире «Телекомпания. Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова